Всем привет, ребята! Добро пожаловать обратно на мой канал. Меня зовут Наташа, и сегодня мы попробуем сделать макияж весенний, модный, стильный с помощью палетки Pocket Candy от Lime Crime. Те, кто подписан уже на мой канал, кстати, если не подписан, то подпишись обязательно, вы могли уже видеть эту палетку в предыдущих видео, и я уже неоднократно ей пользовалась, она мне очень нравится. И сегодня с ее помощью я попробую сделать такой более легкий макияж, более, может, дневной, весенний, но в то же время яркий. Я также отвечу на некоторые вопросы, которые мне задавали раньше, и на которые я не успела ответить для предыдущего видео Q&A. Лера задавала мне вопрос, как часто ты делаешь маникюр, часто ли посещаешь салоны красоты, или предпочитаешь делать все сама? Очень актуальный вопрос, у меня сейчас вообще нет никакого маникюра, просто мои обычные руки. Вообще, раньше мне делала маникюр моя двоюродная сестра, кстати, она как раз хозяйка вот этого вот рыжего чуда, и она делала мне маникюр бесплатно. В общем, я как-то перестала к ней ездить на маникюр, потом я как-то пробовала ходить в салоны, и мне абсолютно не понравилось, ну, может быть, потому что я искала, где сделать это поэкономнее. Я никому не рекомендую экономить на маникюры, вот честно, ребят, у меня сложился негативный опыт, я теперь вообще не могу выбрать какого-то мастера, который бы мне сделал маникюр хорошо, поэтому я делаю его сама. Но сейчас мне лень, и я не сделала никакого маникюра, вот, хожу просто на Natural Beauty. У меня уже есть тон на лице, брови, там, это румяна, немного хайлайтера, и сегодня мы просто сделаем глаза. Пожалуй, сегодня буду использовать вот этот розовый оттенок, и также, ну, очень уж мне нравится Fairy Floss. Наношу розовый оттенок на все подвижное веко, и немного растушевываю границы. Как у тебя появился кот, сколько ему лет, и какой у него характер? Очень интересная история, наверное. Ему где-то лет 7, возможно, 8. Мы точно не знаем, потому что он у нас появился, когда ему уже было сколько-то месяцев или почти год. Тогда мой папа работал в трамвайном парке, там у них обитал бездомный кот вместе со всякими собаками, крысами. Вот, и мой папа решил, что кота можно взять и к нам домой. Я вообще за то, чтобы люди брали животных из приютов или с улицы, потому что таким образом становится меньше бездомных и больных животных, и каждая зверушка может найти свой дом. Наверное, я дальше нижнее веко подчеркну более темным оттенком. Если что, моего кота зовут Кузя, и у него очень-очень классный характер. Он очень умный и очень такой спокойный, но в то же время, когда нужно, он становится игривым. Я хотела сделать легкий весенний макияж, но получается опять довольно-таки ярко. Что поделать? Немного затемняю внешние уголки глаз. Финальным будет нанесение Fairy Floss в уголки глаз. Также я добавлю еще немного румян. Весна все-таки. Интересно узнать про твой распорядок дня. Как ты обычно просыпаешься? Как устроен твой день? Ты чаще бываешь дома или на улице? Хотелось бы тебе что-нибудь изменить в своем распорядке дня. Ну, в целом, обычно я просыпаюсь довольно поздно для многих людей. Я просыпаюсь где-то часов в 10, в 11 утра. В принципе, мне бы хотелось изменить в своем распорядке дня именно это. Можно так и оставить. Так как акцент идет на глаза, то, в принципе, губы можно оставить нейтральными, добавить, может быть, немного блеска. У меня есть, конечно, такой более прозрачный блеск или розовый. Вот что-то такое всегда бы очень подошло. Также у меня есть блеск от Kylie. Да, представляете, я сниму обязательно следующее видео. Так что не пропустите следующее видео. Будет про этот блеск. Мы его протестируем. Вот, я уже его, конечно, пробовала. И уже у меня есть какое-то сформированное мнение. Так что обязательно подписывайтесь и ждите следующего видео. Пока что, в принципе, все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, если вам понравилось это видео. И пишите в комментариях, как вам этот макияж, как вам это видео. И пока-пока. А, это Шинай. Шинай с японского значит дорогой. Ставь лайк за Шиная. Как вам этот макияж? Блин, как бы вам показать это чудо техники? Господи. Спасибо.